Добрый день, меня зовут Константин Горбунов. Спасибо, что подписались на данный курс. И в этих коротеньких видео уроках, которые в принципе будут идти к вам в течение нескольких недель, мы поговорим о том, как же найти те самые ниши, в которых проще всего заработать 1 миллион рублей. И кроме этого, я хочу обсудить с вами сразу весь курс. Весь курс будет делиться на 4 части. В первой части мы поговорим о тех нишах, в которых проще всего заработать миллион. То есть их подбором. И как результат вы получите 5-7 ниш, можно сказать на ваш вкус, которые действительно подходят для старта, именно вашего старта бизнеса, чтобы получить первый миллион рублей, либо к нему стремиться. Вторая часть это партнерство на миллион. Здесь я расскажу про совершенно простые истины. Естественно, если у вас 3, 5, 7 бизнесов, вы не можете управлять всеми семью бизнесами, если они полностью под вами. То есть вам все равно придется найти партнеров. Зачастую вы юные маркетологи, и вы единственное, что умеете, либо учитесь, это привлекать заявки в тот или иной бизнес. И ваша задача, основная задача, это найти такого партнера, которому либо несколько партнеров, либо несколько партнеров в нескольких регионах, для того, чтобы отдавать им заявки и получать какой-то процент партнерский, ну, либо агентский. Как итог, в этой части видеокурса мы получим 3, 5, 7 партнеров на каждый из бизнесов, либо в одном регионе, либо в нескольких регионах, в зависимости, конечно же, от бизнеса. Третье. Это, конечно же, упаковка услуги, потому что вроде бы мы проанализировали, мы поняли емкость рынка, мы поняли, сколько денег можно зарабатывать в том или ином регионе, либо в нескольких регионах. Мы нашли людей, которым теоретически мы можем дать заявки, они их обработают, и мы получим свои кровные деньги. Но также еще необходимо упаковать так продукт, чтобы люди, ваши партнеры, получали постоянно заявки, чтобы не было жесткого простоя. Иначе, ну, в любом случае, вы вкладываете деньги, не получаете ничего, здесь приятного мало. Поэтому мы поговорим о том, как же упаковать услугу на миллион рублей. Да, конечно, курс еще пока свежий, может быть, пока не до конца готовый. И могу сразу сказать, что через мое наставничество прошло около 600 бизнесов. Конечно, вроде какие-то модели отработаны, но какие-то основные вопросы, возможно, либо мелкие вопросы, но для вас основные, я, возможно, буду забывать. Если вы мне будете подсказывать, какие вопросы еще дополнительно осветите в этом курсе, я буду только очень рад. Поэтому остановимся пока только на трех этих блоках. Я думаю, новые появятся еще. И итоговая цель наша, это, конечно же, получение прибыли. То есть, мы получаем прибыль один месяц, два месяца, три месяца, возможно, полгода, семь месяцев. В зависимости, опять же, очень сильно от региона, от ниши и так далее. Но в какой-то определенный момент нужно быть готовым продать эту готовую бизнес-модель и начинать искать новые пути, новые бизнес-модели. К сожалению, в 2016 году нельзя сделать одну единственную бизнес-модель и на ней зарабатывать, курочить прям миллионами. Рано или поздно эта бизнес-модель устаревает. Обычно это полгода. И далее ее необходимо продать на пике развития. Иначе вы просто останетесь с носом. Итак, первый вопрос, который вас должен волновать. Это, какой бизнес при открытии принесет максимально много денег или прибыли при минимальных временных затратах? При этом остальные вопросы вы должны отложить на потом. То есть, убрать все из головы и думать только об этом. Настоящие предприниматели думают только об этом, ничего более. При этом вы не должны создавать бизнес ради бизнеса. Потому что сейчас идет такое поколение, наверное, людей, начиная с 2014 года, которые думают, вот нужно создать какой-то бизнес просто потому, что все создают бизнесы. И это, конечно же, в корне неправильно. Вы должны смотреть на пункт номер один. То есть, какой бизнес при открытии принесет максимально много денег при минимальных, повторюсь, при минимальных временных затратах. Потому что многие пытаются полгода, год урочить одну и ту же нишу, при этом не понимая, что рядом есть намного проще. И по факту вы должны хотеть заработать быстрые деньги. Что это значит? Быстрые деньги – это некая операционная прибыль с вложений. Естественно, бизнес без вложений – это практически нереально. Могу сразу сказать, опять же, на 2016 год найти бизнес, в который не нужно вкладывать деньги, это значит быть неким сателлитом другого бизнеса. То есть, есть какой-то бизнес, который генерит уже заявки, работает как основная машина, зарабатывает основные деньги, а вы где-то просто присосались как пиявка и забираете часть заявок. В таком случае, да, здесь возможен бизнес без вложений. Но в других случаях, когда вам нужен большой трафик, без вложений не обойтись. Быстрые деньги – операционная прибыль с вложений, которая получается за период времени не более одной или двух недель. При этом я хочу заметить, что прибыль, которую вы получаете, возможно, будет неполная. Одна-две недели действительно иногда маленькие сроки для исполнения некоторых услуг, тем более некоторых доставки, возможно, некоторых товаров. Но это как и услуга, в принципе, тоже идет. И, естественно, есть такое понятие, как предоплата. Мы об этом, естественно, отдельно сейчас поговорим. Но вы должны получать какие-то деньги, первые деньги, не ваш партнер даже, который будет исполнять услугу, а именно вы в течение одной-двух недель. Иначе вы будете вкладывать деньги в рекламу, и она не будет окупаться. И вы через месяц, через два, через три поймете, что она не окупается. Но это как-то глупо. Нужно понять после какого-то небольшого промежутка времени, что что-то не так. Либо с партнером, либо с нишей, либо с вашим инструментом продаж. Будь то лендинг-пейдж с контекстной рекламой, инстаграмом, может быть, какие-то группы ВКонтакте, таргетинг ВКонтакте, реклама в Ютьюбе и так далее. То есть, все это вы должны понимать буквально за одну неделю. Иначе вы потратите слишком много денег, и это будет для вас фатально. Поверьте, я видел очень много людей, которые вкладывали по 50, по 100, по 150 тысяч рублей, непонятно куда. Иногда даже доходило до 700-800 миллиона рублей. При этом ребята получают деньги, естественно, но не понимают выхлопа, не понимают, где соль, в чем, из-за чего, получается, миллион вкладывается, а вынимается тот же миллион или миллион двести, думая, что, например, не та ниша. Ну, действительно, возможно, это не та ниша, как вариант. Второе. Второй момент – это то, что операционная прибыль – это не есть оборотка. Давайте сразу определимся, что оборотка – это те деньги, которые зарабатывает ваш партнер, по факту. Если у вас нет юридического лица, и вы все делаете через юридическое лицо партнера, то оборотка – это именно деньги, которые проходят через него. А вы получаете какую-то прибыль, процент прибыли от его прибыли, либо процент от оборотки. То есть оборотные средства – это все абсолютные деньги, которые пришли со всех клиентов за какой-то промежуток времени. Например, к вашему партнеру с вашего источника трафика. Долгие деньги – это операционная прибыль с вложениями, которая получается за период времени более двух недель. Да, есть действительно такое понятие, как и долгие деньги, и есть люди, которые действительно играют в долгую, но большинство из вас, те, кто наверняка подписался на данные видеокурсы, они ищут все-таки возможности быстрого заработка. И если вы хотите максимально быстро заработать, например, увидеть первые деньги в течение двух недель, ну потому что многие, например, думают, что не работают какие-то совершенно простейшие связки, ну и так далее, то есть под сомнение ставят само существование такого бизнеса, где можно вложить деньги и получить обратно, например, троекратно. Это для вас. Вот быстрые деньги для вас. Долгие деньги мы сразу откладываем. Итак, я снимаю видеокурс в конце 2016 года, вот-вот уже наступит 31 декабря, и можно уже подвести определенные итоги, начиная с ноября 2014 года, 2015 года, 2016 года, я занимаюсь вообще бизнесом, можно сказать, утрированно с 2011 года. В 2011 году где-то в середине я начал заниматься определенными бизнесами, сейчас это и маркетинговое агентство, и еще несколько бизнесов как раз на партнерстве про то, что я рассказываю, и в том числе и занимаюсь обучением Яндекс.Директа и Google AdWords, и через меня проходит очень много людей, и, естественно, я вижу, в чем проблема той или иной ниши. Но если все совсем утрировать и упростить, то нужно понимать, что наконец-то на 2016 года есть яркий тренд, что среднего класса как такового сейчас практически не остается. Это официальная статистика. В 2017 году будет около 4% среднего класса по всей России, и это катастрофически мало. По Москве и Московской области это, наверное, побольше, это, наверное, процентов 8, но это ужасно, конечно же. Но с этим надо жить и с этим надо что-то делать. И для вас, по факту, остается только два варианта. Либо выбрать сегмент эконом-класса и продавать, например, что-то дешевое, но в огромном количестве. Для примера. Сразу же примеры какие-то нужны. Например, сварка. Есть такая тема, как сварка. Наверняка многие из вас живут в квартирах, и у вас есть, например, отопление условно батареи или трубы какие-то или еще что-то. И нужно сделать, например, какие-то сварочные работы во время ремонта, либо просто поменять батареи. Кто-то идет в ДЭС, кто-то идет куда-то еще, а кто-то обращается в интернет. Причем обращается, например, в Яндекс.Директ, Google AdWords и тому подобное. И если вы будете получать... Средний чек. Могу сразу сказать. Средний чек это 5-7 тысяч рублей за работу, за единицу. Если там нужно, например, переварить 4 батареи, можете умножать на 4, делать какую-то определенную скидку и так далее. Это именно стоимость услуги без материалов и тому подобное. И сразу же есть, наверняка у вас будет партнер. Это, например, какой-то сварщик или несколько группа сварщиков, которые будут ездить по объектам. И если вы договоритесь, например, на 30-40% от стоимости заказа, вы будете получать 3,5 тысячи. Что, в принципе, мало для многих может показаться и скажут, что миллион рублей довольно далеко от 3,5 тысячи. Я, в принципе, буду с вами согласен. Но при этом, при всем, если вы будете организовывать не одну заявку, не две заявки, не три заявки в день, а, например, 20-30 или 40 заявок в день, вы можете умножать 40 на 3,5 и получать те деньги, которые вы будете получать в один день. Поверьте, 30-40 заявок в день организовать можно. Мы пробовали и делали 30-40 звонков. Из них вполне можно... Ну, хорошо, давайте половину возьмем. Вот 40 звонков, 20 из них – это выезды. И еще 15 точно закрытых клиентов будет. 15 клиентов умножить на 3,5 тысячи – в принципе, неплохо. И умножайте еще на 30 дней и получайте, сколько вы будете получать в среднем. Есть, конечно, проблема, например, в этой нише – это сезонность. Но мы об этом еще поговорим при анализе ниши. Средний класс. Ну, со средним классом, опять же, проблемы. Например, мы видим, что просили продажи автомобилей, просили продажи электроники довольно-таки дорогой. То есть, какие-нибудь... Я не буду брать пример каких-нибудь айфон или что-то еще, потому что это такие редкие случаи, когда еще что-то продается. Но более-менее какая-то дорогая электроника, она подорожала в 2, где-то и в 2,5 раза, и ее просто никто не покупает. То же самое с некоторыми услугами. То есть, услуги по каким-то... Например, услуги отопления. Совсем эконом-класс, естественно, не строят дома, не строят бани. Либо они строят бани, знаете, в таком виде мобильные бани, где просто одно окно, что-то вроде бытовки. Но при этом они не строят уже какие-то более серьезные сооружения, например, дом, потому что у них, может быть, даже и нет земли, чтобы построить дом. У среднего класса обычно были какие-то хотя бы остатки денег, которые они могли потратить на свой дом. Либо начать его строить, более-менее приличный дом, например, с чеком 3-4 миллиона. Сейчас все это жутко подорожало, и поэтому средний класс, он действительно себя исчерпал. То есть, 6 миллионов, 8 миллионов уже за дом более-менее нормальный, и многие люди не готовы отдавать. И поэтому со средним классом очень тяжело, очень сложно его сейчас выловить, так как всего 4%. Да и работать с ним крайне сложно. И надо понимать, что остался VIP-сегмент. То есть, либо средний класс перешел в эконом-класс, начинают просто экономить деньги на всем, либо на VIP-сегмент, там, где есть деньги. То есть, у людей стало денег чуть больше, например, они раньше зарабатывали в долларах, и теперь они тоже зарабатывают в долларах, после кризиса стали зарабатывать в два раза больше, либо у них просто прибавка к зарплате, в общем, растут по должностной лестнице и так далее. Ну, в общем, в любом случае, люди за два года выросли, и, возможно, поменяли просто место работы, ну и тому подобное. То есть, случилось что-то, и именно VIP-сегмента стало больше. То есть, люди начали строить себе, например, дом. Чтобы построить дом, нужно купить землю, нужно построить забор, нужно построить то, сё, пятое, десятое. Ну, это на примере абсолютно стройки. И в какой-то определенный момент им, например, нужно отопление в доме сделать. И тогда, вот в какой-то момент у них щелкает, что 500, 600, 800 тысяч рублей за отопление – это нормально. Хотя это, в принципе, низший порог, например, того же отопления. Нет, естественно, вы должны понимать, что во всех нишах есть какие-то подводные камни. Не бывает такого, что раз я зашел, заработал миллион рублей и вышел без проблем. Такого не бывает. Например, в отоплении тоже очень много проблем, особенно связано это с регионами. В Москве, например, очень большая конкуренция, то есть, получается, очень дорогой клиент выходит по стоимости, а в регионах, например, крайне мало тех самых клиентов. Их хватает конкуренции. Но, тем не менее, вы должны сориентироваться. Либо вы работаете с эконом-классом. Вы, кстати, можете выбрать, опять же, 5, 7, 10 ниш, которые будут относиться как к эконом-классу, так и к вип-сегменту. Ну, и, по крайней мере, может быть, чуть-чуть касаться среднего класса, которого как раз осталось 4%. Да, в вип-сегментах, наверное, тоже процентов 4%. Это, конечно, грустно. Но, тем не менее, то есть, средний класс, которого раньше было 20%, сейчас 4%. Больно смотреть. Давайте поговорим о том, вообще, у кого возникают проблемы с выбором ниш. Ну, это понятно у новичков и более-менее каких-то опытных людей, у которых только одна или две ниши. И сами проблемы, какие у них возникают. У новичков, во-первых, вы ничего не запускали ни разу, и вы не знаете, с чего начать. Сейчас я вам дам, в принципе, пошаговую инструкцию для запуска, ну, для подбора ниш, а далее и запуска этих ниш. Второе. Думаете, что запустив что-то маленькое, вы получите опыт. Ну, во-первых, если вы запускать что-то маленькое, например, в своем маленьком городе, регионе, продажу каких-нибудь там носков или просто чехлов, вы думаете, что вы получаете просто огромный опыт. Это неправда. Потому что, как только вы выходите на рынок, например, Москвы или Московской области, я могу сказать, за абсолютно всех рекламодателей, которые выходили из регионов Москвы и Московской области, большая часть, 95% из них обсирались. Потому что просто не умели работать в серьезном конкурентном бизнесе. Даже если бизнес остается тот же самый. Просто бизнес где-то в маленьком регионе и в Москве это абсолютно две разные вещи. Третье. У вас, естественно, нет денег на рекламу и упаковку, и вы думаете, что если я найду какой-нибудь бесплатный способ рекламы, у меня будет все замечательно. Естественно, повторюсь, что есть какие-то крупные бизнесы и какие-то маленькие бизнесы, которые присосочки. Вы, конечно, можете присосаться и лакать. Но при этом вы не получаете опыт. Не получая опыта, вы не двигаетесь никуда. И как только этот бизнес, например, перевернется на другой бок, вас он просто раздавит. Ну, то есть поменяет какое-то направление, ну и так далее. А может просто зачахнет. И вы, естественно, тоже отваливаетесь, как пиявки. К сожалению, это большая проблема для большинства рекламодателей на данный момент в рекламе. Потому что многие из них как раз, многие бизнесы сейчас это пиявочки, которые висят на каких-то крупных именитых компаниях. Это неплохо, но это просто факт. К этому нужно привыкнуть. У опытных людей в одной нише несколько проблем. Первое, знаете, все только об одной тематике. Да, действительно, вы не понимаете, как рекламировать, например, услуги, если вы продаете товары. То есть вы не разносторонне развитый в этом отношении человек. У очень маленького процента людей действительно есть возможность просто из ничего, без опыта, начать рекламировать другую тематику. То есть это такие некие вундеркинды. Другим людям, как и мне, как и вам, нужно просто опыт. То есть нужно запустить 5, 10, 17 условно ниш, и тогда вы будете понимать технологию разработки некого уникального торгового предложения для любого бизнеса. Второе. Не умеете создавать уникальное торговое предложение и упаковывать разные продукты. Ну, в принципе, то же самое, но знаний о тематике либо не хватает, либо второй момент, вы не умеете упаковывать продукты. Вроде бы разница небольшая, но она есть. И третье. Вы делаете все под одну гребенку. Условно, у вас получилось что-то в своем бизнесе, у вас он работает, и вы пытаетесь все под одну гребенку грести. Условно, у вас есть тот самый бизнес, как пиявка. Причем я не зря сравниваю, потому что 90% бизнесов на рынке – это именно пиявки. Мы будем создавать что-то похожее на пиявку, но ту, которую не сможет раздавить бизнес, перевернувшись. Вы пытаетесь сделать абсолютно такой же бизнес, который у вас есть, при этом уже не получается, потому что сейчас количества в этих пиявок настолько много, что вы уже не можете подцепить еще одну, то есть у вас некая проблема случается. Теперь поговорим об такой вещи, как партнерство. Многие люди об этом не задумываются, ну, либо задумываются и пробовали, и получили отрицательный результат. И у некоторых есть положительный результат, но у них тоже почему-то есть какие-то послевкусия неприятные после партнерства. Кто-то не знает, с чем это связано, но способ партнерства на данный момент, если вы хотите запустить 3, 5, 7 ниш и заработать серьезные деньги, это, пожалуй, практически единственный способ. Почему? Потому что если создавать бизнес, то нужно создавать несколько очень важных моментов. Первое – это поток клиентов, разумеется, и за ним надо следить. Видите, это не просто взять, вот так вот сделать, вуаля, и все заработало. Так не бывает. Вам все равно придется постоянно его дорабатывать, дорабатывать, дорабатывать. Возможно, вообще видоизменять и менять. Второе – это, естественно, если это услуга, то нужно сделать какой-то бизнес-процесс, который будет позволять эту услугу обрабатывать. То есть обрабатывать клиентов. Естественно, есть обработка клиентов еще. Я ее сразу отнес к определенному маркетингу, привлечению клиентов, потом обработка клиентов, и далее идет обработка самой услуги. То есть надо эту услугу саму исполнить. И после того, как вы начнете сами исполнять услуги, это, конечно, будет прорыв для вас. Но есть некоторые «но». Если у вас, опять же, нет опыта, и вы не понимаете ничего в этой услуге, создать эту услугу и начать ее обрабатывать, будет крайне сложно. И при этом обрабатывать, ну, например, условно, есть буронабивные сваи. Ну, такие сваи, где можно их забивать. И есть сайты, да, вот по продаже тех самых буронабивных сваи и их установки. Сама буронабивная сваи, она что-то стоит, наверное, тысяч. Я сейчас врать не хочу, я, может быть, ошибусь. Ну, тысяч пять. Это самое дорогое, все, что может быть. Их нужно сорок условно. И есть инструмент, который вбивает типа молотка. И вам кажется, о, отличная идея, супер, пожалуй, этим займусь. А потом вы смотрите, сколько стоит станок по забиванию этой буронабивной сваи. Ну, могу сразу сказать, самые эконом-эконом варианты, то есть, когда вам практически руками надо вбивать, это сто восемьдесят тысяч, автоматический инструмент начинается от полутора миллионов до трех миллионов. И вроде бы все круто, но вы ничего не знаете об этой нише, не понимаете, куда она движется, растет оно или падает, непонятно. И для того, чтобы понять, вам нужен партнер, у которого есть эта буронабивная машина. Вы погоняете трафик, поймете, точно ли этот рынок растет, не растет, как там устроено что-то, а только потом будете думать о покупке такой машины. Это абсолютно только пример. Поэтому первый очень важный момент, способ партнерства, если вы партнер, который гонит трафик другому партнеру, он самый малозатратный. Вам нужно сделать, возможно, сайт, возможно, нужно сделать какой-то инстаграм, возможно, нужно что-то еще сделать. В общем, какой-то инструмент привлечения клиентов. Вы его делаете, далее вы думаете, как обработать правильно тот поток заявок, который у вас приходит, то есть, обговариваете с партнером, будете вы принимать заявки, то есть, ваша сторона или его сторона будет заявки принимать. И далее вам только нужно вкладывать деньги в рекламу, постоянно их реинвестировать, то есть, вложить там первые 20, 30, 40 тысяч рублей, получить 80 тысяч, 100 тысяч рублей. И да, ваш партнер, возможно, будет больше зарабатывать. То есть, условно, вы зарабатываете копейки, я все понимаю прекрасно, но при этом у вас уже есть готовый инструмент, который привлекает клиентов. Это очень, очень дорого, это очень вкусно. То, чего нет, скорее всего, у вашего, например, партнера. И здесь нужно понимать. Ну, вот я сейчас, как раз, на примере. Вы организовываете бизнес-процессы для осуществления условий, например, от 100 тысяч рублей. То есть, чтобы организовать эти бизнес-процессы, нужно 100 тысяч рублей. И еще нужно запустить рекламу на 40 тысяч рублей. Вот представьте себе, что вы, что хуже, потерять 140 тысяч рублей, просто ошибившись в вашем бизнесе, который вы неправильно выбрали, или потерять 40 тысяч рублей, возможно, даже не потерять, а просто сработать в ноль, потому что 40 положили, отдали какому-то партнеру, партнер кое-как одну из двух, там, трех заказов выполнил, и вы получили обратно 40 тысяч рублей. Неужели второй способ, да, именно просто запустить рекламу и отдать кому-то не менее малозатратный. И по времени самое интересное, найти партнера и нагнать ему трафик, это в разы меньше, нежели чем придумывать что-то с своим собственным бизнесом. Далее, конечно, вы изначально готовы обрабатывать много заявок клиентов благодаря своим партнерам, потому что партнер может быть не один, не два, а может быть их пять, причем они могут быть в разных регионах. Условно, работая сайт по буронабивным сваям, вы можете запустить не по одной нише, не по одному региону, а запустить по пяти регионам, по шести регионам. Если работает в одном, то почему в другом не будет работать? Ну, может быть, конечно, какие-то моменты, связанные с какими-то регионами, и есть, где что-то не работает, например, снег лежит, а в других регионах нет снега. Также можно иметь много партнеров для подстраховки. Еще один очень хороший плюс, что чаще всего вам не нужно иметь юрлицо. Вам достаточно подписать с партнерами агентский договор, где вы будете передавать клиентов, где будет в договоре полностью все прописано, и если вы боитесь, а вы наверняка боитесь, что партнеры вас кинут или что-то еще, я могу сразу сказать, да, вас будут кто-то, возможно, вас кто-то кинет. Если вы совсем простак, то вам вообще в бизнесе-то делать нечего, и да, вас, возможно, кинут. Такое бывает. С этим ничего не поделаешь. Нужно просто двигаться дальше, искать, например, другого партнера, либо искать других нескольких партнеров, либо искать другую нишу. Чаще всего, кстати, это случается в оптовых нишах, потому что многие люди по незнанию находят заявки, передают их другому человеку, не подписывая, например, агентский договор, и человека просто кидают на ровном месте. Такое очень часто бывает. Еще один очень жирный плюс – это то, что не нужно придумывать новые модели продаж. Можно взять просто обкатанную модель из другой ниши, например, соседской, и внедрить. И, например, из ниши, где хорошая большая конкуренция, взять, можно сказать, не то что предложение, предложение нельзя скопировать, взять что-то за основу, какие-то основные моменты, именно то, что вам запало в голову, и перенести в вашу нишу, где более-менее спокойная или умеренная конкуренция. То есть, вы сразу выстрелите по сравнению с другими конкурентами. И самое-самое вкусное, что можно переходить из ниши в нишу или из-под ниши в под нишу без каких-либо проблем. Сегодня вы занимаетесь этим, завтра вы занимаетесь тем, послезавтра четвертым, а, возможно, вы занимаетесь всем сразу. Тоже никаких проблем нет, вы это можете делать. И еще один очень важный плюс, который я здесь не указал, но тем не менее, это то, что когда вы захотите вдруг выйти из этой ниши, вам не нужно продавать какие-то инструменты, продавать полностью готовый бизнес, который сейчас в России крайне плохо продается. Просто поверьте, процент рынка перепродажи готовых бизнесов, он вообще ужасный. То есть, 0,5% от бизнесов, которые продаются более-менее хорошие. И шанс, даже если вы хороший бизнес продаете, шанс, что вы его продадите за нормальную сумму практически нет. Но при этом вы можете продать готовые решения по приводу заявок лидов. Вы можете показать, что оно работает человеку, прямо включив ему телефон, и показать, вот видите, звонит, пожалуйста. И продать очень легко. Есть, конечно же, минусы в партнерстве, о которых я не могу не сказать. Естественно, везде есть минусы. В принципе, это оборотная сторона медали. Первое. Нужен большой оборот, чтобы заработать, к примеру, 300 тысяч рублей. Так как вы зарабатываете еще 500 и 800 тысяч рублей своему партнеру, а оборот может быть и полтора миллиона, и может быть чуть ли не три миллиона, мы это еще посчитаем с вами, но тем не менее, сделать продаж на 3 миллиона рублей, это дорогого стоит на самом деле. И вы это должны понимать. Здесь многие люди отказываются от большинства ниш как раз. И в принципе делают отчасти правильно. То есть, делают определенную декомпозицию и видят, что в нише нельзя, ну, чтобы заработать 300 тысяч, нужно, например, сделать обороткой в 15 миллионов рублей, то, что практически нереально. Либо сделать ту же самую оборотку в 15 миллионов рублей, но так как нужно сделать 2-3 продажи, то теоретически еще можно. То есть, нужно там поймать буквально 2 человека, или 3, или ладно, 10 человек, и получить эту самую оборотку. Это круто. Второе. Вы ведете клиента кому-то. Это значит, не ждите постоянных отчислений, как от постоянных клиентов. При этом я хочу сразу сказать, что это не кидалово, ни в коем случае. Но люди не привыкли делиться пост-продажами. В России это скорее исключение из правил, когда люди постоянно вам будут выплачивать за клиента. То есть, скорее всего, с вами поработают один раз, один раз через вас там условно прогонят, что-то дадут вам денежку, но если человек придет второй раз что-то заказывать, то, скорее всего, вам ничего не перепадет. Хочу сразу успокоить, в особенности новичков, которые считают, что вот мне сейчас загоняют какую-то определенную дичь, обманывают, что так не работает. Я хочу сразу заметить, что это не инновация вообще никак. Ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, способ партнерства, он равносилен абсолютно дилерству товаров, либо услуг, либо опту абсолютно равносилен. Потому что дилеры, делали дилерами, становятся те люди, которые делают какой-то определенный процент продаж. Некоторых, кстати, нишах дилерами можно стать просто так. То есть, вы приходите, говорите, я хочу быть дилером. Это, кстати, тоже очень важный момент. Можно не искать партнеров, а можно становиться самому дилерами. И в определенный момент дилер просто делает какое-то определенное количество продаж в месяц или в какой-то период времени, полгода, и получает все больше и больше процент либо комиссии, как вариант, либо просто скидки и имея на этом навар. То же самое относится к опту, к услугам, к товару, неважно. Равносильно партнерки в инфобизнесе. То есть, у меня тоже есть инфобизнес, и у меня есть партнерка, и я тоже даю процент от продаж. То есть, условно, пришел человек, заплатил мне 15 тысяч рублей, я 7 или 6 или 5 тысяч рублей отдаю человеку, который он привел. Да, это более автоматизировано, но все тот же самый способ партнерства. И, кстати, все эти способы партнерства абсолютно имеют подводные камни в виде каких-то невыплат. То есть, если вы думаете, что дилеры официально, если вы дилер, то вам 100% выплатят деньги, вот вам. А если вы думаете, что партнеры в инфобизнесе зарегистрированы и прочие, и вам должны деньги, но вам 100% их выплатят, вот вам. Далеко не все так гладко. Также можно сравнить это с CPA-моделью, о которой уже говорят 3-4 года в Рунете, в российском интернете, где люди платят, например, за заявки или за закрытых клиентов, как мы с вами, в принципе, работаем. И еще я хочу заметить, что способ партнерства абсолютно равносилен так называемой франшизе. Если вы хоть раз задумывались о покупке франшизы, я считаю, что способ партнерства, он действительно ему равноценен. Потому что способ партнерства, ну, на данный момент, например, я прихожу к вам, и я хочу делать вам заявки. Я с вас ничего не беру и говорю, я на свои 15-20-40 тысяч рублей первоначально загоню вам трафика и посмотрим, как оно пойдет. При этом, если вы просто покупаете франшизу, вы покупаете готовое решение рекламное, то есть кто-то вам его продает. Вы покупаете у меня франшизу, вы получаете от меня все маркетинговые материалы и начинаете у себя как-то их распространять. Либо от меня просто получаете какие-то определенные заявки. поток, как многие называют, заявок, и который нужно обработать, и вы получаете процент. То есть смысл абсолютно тот же самый. Все это партнерские отношения. Второй момент. Этот вид бизнеса распространен в 95% нишах. И еще хрен знает каких годов. Ну, абсолютный пример. Вы проводите интернет в дом, и вы подключаете на партнерских условиях, делаете какую-то услугу человеку, подключаете его к интернету условно за 2000 рублей, за 1000 рублей, и ставите роутер или что-то еще, либо может быть какой-то беспроводной интернет. И далее вы подписываете партнерское соглашение, например, с МТС, с Билайном или еще с кем-то, и отдаете человеку, раздаете интернет. То есть условно это опять же те же самые партнерские отношения, только вы делаете одно, а ваш партнер МТС, Билайн, Мегафон или еще кто-то, Теледва, все они исполняют или играют роль ваших партнеров. Следующий очень важный момент, про который я сразу хочу сказать, перед тем, как у вас начнет много-много язвиться мыслей о том, все-таки какие же ниши-то стоит выбрать мне, я лично хочу заметить, что лучше всего начинать партнерство на услугах. То есть лучший вариант для начала это партнерство на услугах. Почему? Ну, самый простой пример, если посмотреть на Европу, ну, конечно, да, это не очень правильный пример, потому что Европа Европа и так далее, но все-таки 80% бизнесов в Европе это услуги, тем более больше 80% бизнесов в Европе это малый бизнес. Напомню, что вы будете работать, скорее всего, с малым бизнесом. Очень редко, когда со средним бизнесом вы уж наверняка не будете работать сразу с крупным бизнесом. Поэтому, так как мы работаем с малым бизнесом, вот это идеально, просто посмотреть и увидеть. Второй момент, услуги это очень хороший процент маржинальности. Для тех, кто не знает, маржинальность равно прибыльность. То есть, столько, сколько вы получаете денег, например, с продажи, не знаю, наращивания волос или татуажа. Вот у женщин это очень сейчас популярная тема. Где услуга стоит самая дешевая, прям вот самая-самая. Это 5000 рублей, нормальная 10 тысяч рублей, а для VIP клиентов 20 тысяч рублей. При этом хочу заметить, что себестоимость этой услуги около 700 рублей. Остальное идет мастеру, либо, например, спа-салону или так далее, всем остальным людям. То есть, вы можете получать тот самый процент, например, с 10 тысяч, 3-4 тысячи себе в карман. Как договоритесь, конечно. И третьи услуги имеют предоплату при долгом оказывании, либо оказываются быстрые. Это еще один очень большой плюс, потому что многие думают, вот услуги, там надо то, все. При этом не понимая или не разбираясь в каких-то основах тех самых услуг, которые хотят продавать. Да, понятное дело, что есть вкусности и в товарах. Например, те самые любимые товары из Китая, которые всеми-всеми форсятся. Что вот, сейчас вы пойдете их продавать и прям вот сразу начнете зарабатывать миллионами. Возможно. Если вы, конечно, имеете определенный опыт в том или ином товаре, причем даже не то, что в виде бизнеса, а именно товаре. Вам надо еще распознать этот товар, так называемый оффер, предложение. Короче, слишком много сложностей. С услугами проще, потому что услуги, они российские. Тут рынок, если вы заходите на услугу, он меняется намного менее активно, нежели чем товары в Китае. То есть, сегодня условно были какие-нибудь часы наручные популярно, завтра какие-то детские часы, послезавтра еще что-то, и вы просто будете не успевать. Особенно для новичков. Новички многие именно проигрывают с товарами в Китае из-за того, что не успевают за трендами, которые меняются. Либо их просто не пускают в закрытые сообщества. Это тоже очень популярная проблема. Итак, перед вами план выхода на заработок на 300 тысяч и плюс на партнерстве. Давайте поговорим о том, что нужно сделать прям пошагово для того, чтобы заработать хотя бы 300 тысяч. Я понимаю, что сейчас вроде говорил про миллион, а теперь уже 300 тысяч. Но для многих даже и 300 тысяч рублей это покажется сказкой. А я могу даже больше сказать, что человек, который заработает 300 тысяч рублей, он точно будет знать, как заработать миллион рублей. Итак, первое. Нужно выбрать 15 ниш по чек-листу, который я дам далее. Для этого достаточно одного-трех дней. Да, надо подумать, полистать и так далее. Для многих это некий запор мозговой. Они не могут выбрать 15 самых ниш и считают, что у них совсем все не получается. Либо дайте мне список. Я могу, в принципе, тоже прикрепить их в список. Вы посмотрите и выберите, например, из списка. Единственная проблема, которую вы должны понимать, что кроме вас будут смотреть этот курс еще, я считаю, что все равно 1000 человек. Потому что в предыдущем мои курсы все смотрят больше 1000 человек, в моей базе больше 1000 человек. Поэтому точно. И, скорее всего, в тех нишах, которые я дам спискам, будет просто огромная конкуренция из тех же людей, которые посмотрели этот курс. Поэтому, может быть, стоит и самим придумать и подумать. Тем более, я расскажу, как. 15 ниш, причем это немного. Почему? Потому что далее надо будет выбрать регионы для рекламы. То есть, либо несколько регионов по тем самым нишам, скорее всего, услугам, которые вы выберете. Либо вам надо будет... Ну, в любом случае, вам придется найти какие-то регионы рекламирования. То есть, если вы живете в Москве и Московской области, не обязательно использовать Москву и Московской области для начала. Как бы смешно не звучало. То есть, вы можете взять Санкт-Петербург, можете взять Краснодарский край или еще какие-то регионы для тестирования. Потому что там все намного дешевле. Если вы боитесь просрать деньги, ну вот, пожалуйста, выберите регион, где просто подешевле. Да, там и заработать денег, конечно, получится меньше, но зато вы потратите меньше денег. Необходимо будет провести анализ ниши и анализ конкурента. Для этого я дам определенный чек-лист и вам необходимо будет его тоже заполнить. Зачем это нужно делать? Если вы новичок, вы не понимаете ничего в нише, проще всего расставить галочки и сравнить все за и против, брать эту нишу или нет. Это относится в основном к двум очень важным параметрам. Первый – это к трендам ниши. Растет ниша, есть ли у нее сезонность. Может быть, вы сейчас в сезон не попадаете и тому подобное. И второй момент – это анализ конкурентов. Насколько серьезные игроки на рынке, например, в Яндекс.Директе, в Google AdWords, если вообще Google AdWords работает, например, в каком-то регионе по данной нише, в Инстаграме или еще где-то, например, на Ютубе. В любом случае нужно будет посмотреть, насколько они серьезные, те самые конкуренты. Далее – посчитать, сколько необходимо денег для тестового запуска ниш, а тем более пяти желательно ниш, которые вам надо будет выбрать. Третье – необходимо будет посчитать экономику для каждой ниши. То есть, вы условно выбрали 15 ниш, сколько нужно будет для старта денег и какие теоретические результаты вы получите через 2-3 недели запуска. Это очень важно. То есть, вам надо посчитать, ладно, хорошо, даже месяц, если взять, уж совсем утрировать, то вот есть месячные результаты в том же WordState, можно посмотреть какие-то данные и прочее. И вам необходимо будет понять, сколько денег вы сможете заработать, заработать партнеру, сколько сможете сделать оборотки, сколько сможете вообще выжать количество заявок, звонков, сколько вы сможете получить клиентов. Вам необходимо все это прикинуть. Это довольно сложно, но я покажу, как. На примерах 5, 10, 17 ниш, а уж дальше вы будете просто то же самое, найдя максимально близкую нишу, будете делать по примеру. Четвертое – вам необходимо будет выбрать 3-5 ниш из 20, которые вы будете запускать. Пятое – вам необходимо будет найти 3-5 партнеров в некотором регионе для запуска каждой из ниш. Причем вы можете, естественно, найти несколько партнеров в разных регионах, но если вы получите условно 20 заявок в своем каком-то, ну, в каком-то определенном регионе, и у вас там не окажется партнера, способного исполнить эти заявки, у вас будут проблемы. Вам придется очень-очень быстро искать партнера. Итого вы получите 9 или около 25 партнеров на все ниши. Можете смеяться, но это не так уж и много, потому что если у вас пойдет реально шквал заявок, то вам придется их распределять. А уж тем более некоторые из партнеров, скорее всего, пропадут, или с ними что-то случится, у них бабушка заболеет, или там голова зачешется, и в итоге они пропадут, к сожалению. Шестым пунктом нам нужно создать уникальное торговое предложение и упаковать предложение. То есть, вам нужно сделать такое вкусное предложение, которое можно будет распихать и по сайту, и по инстаграму, еще куда-то. Для этого я тоже дам, естественно, чек-лист, что необходимо сделать, раз, два, три, четыре, пять, как, откуда это все собирается, какие основные моменты нужны, на что нужно обязательно обращать внимание и прочее, прочее, прочее. Седьмое. Тестовый запуск на каждого партнера. При этом необходимо запустить 2-10 заявок на каждого партнера для теста. То есть, мы не будем придумывать, мы не будем вычислять или использовать какой-нибудь детектор лжи для того, чтобы определить, плохой партнер или хороший партнер. Мы просто ему будем давать условно две заявки стоимостью по 600 рублей, то есть на 1200 рублей. Если партнер не смог исполнить две заявки, значит, мы его выкидываем из списка и отдаем другому, следующему человеку, следующие две заявки. И таким образом тестируем, постоянно пытаемся найти живых партнеров, которые будут постоянно с вами работать. Сразу могу сказать, что у любого, абсолютно любого партнера, как и у любого абсолютно бизнеса, есть цикл жизни. То есть, через какое-то время даже самый идеальный партнер начнет барахлить. И я думаю, что многие это знают, кто работал с партнерами. Восьмой пункт. После получения первых денег необходимо будет запускать на полную мощность по работающим партнерам. То есть, вы определили всех партнеров, которые более-менее нормальные. Потом вы запускаете на полную мощность и смотрите, не сливаются ли они. Потому что, опять же, сначала обработать две заявки, они говорят, что могут. Вы им говорите, а вы можете обработать 15 заявок? Да, да, можем. И в итоге они обсираются. Ну, в принципе, обсираетесь и вы вместе с ними. Но здесь уже ничего не поделаешь. Надо будет искать опять новых партнеров. То есть, опять следующий тест. Ну, а дальше вам нужно будет ту же самую технологию запускать в других регионах. Скорее всего, вы будете запускать, условно, запустили в Нижегородской области. Или в Нижнем, ну, не знаю, опять же, все зависит от того, какой регион вы выберете. Краснодарский край, там Краснодар или Сочи, или Хабаровск. А дальше будете пробовать это все масштабировать по регионам. И тут еще одного пункта не хватает, очень важного. Это, естественно, продажа бизнеса. Естественно, его тоже нужно будет в какой-то определенный момент продать. Увы и ах, но, опять же, судя по 95% людей, которых я видел, они продают готовые упаковки. У них есть готовая упаковка, что-то не так случилось с бизнесом. Вы потратили туда, условно, 20 тысяч рублей, продали за 80 тысяч рублей. И это очень вкусно, и это очень круто. Сразу замечу, что в этом плане нет создания лендинг-пейджей, потому что многие люди думают, что нужно создавать только лендинг-пейджи. Я, естественно, вам дам свой короткий хит-курс по созданию лендинг-пейджа, где я полностью расскажу о каждом блоке. Этот курс посмотрело огромнейшее количество человек. Я сейчас врать не хочу. Точно больше 20 тысяч, а уж на самом деле, сколько там я даже врать не хочу. Там огромнейшее количество. Но, тем не менее, обязательно дам вам к рассмотру этот видеокурс. Вы его посмотрите и сделайте себе лендинг-пейдж. Не важно, на конструкторе, сделайте его с помощью фрилансеров и так далее. Просто, опять же, выжимка из того самого курса, она будет тоже в этом курсе. То есть, между шестым и седьмым пунктом, ну, естественно, нужно будет создать какие-то маркетинговые материалы. Просто сайт или лендинг-пейдж, или инстаграм-аккаунт, или еще что-то. Это маркетинговый материал. Как бы вы не думали, что это что-то отдельное или очень крутое, но это тот же самый маркетинговый материал, просто который работает на данный момент. Что необходимо знать и уметь для начала бизнеса в партнерстве? Во-первых, что не нужно знать, потому что многие постоянно задают этот вопрос дурацкий. Чтобы запустить какую-то определенную тему, не нужно разбираться досконально в тематике. У вас есть партнер, или пять, или десять, или пятнадцать партнеров, которые либо будут принимать звонки, либо вы подготовите какой-то определенный скрипт вопросов с помощью, ну, скрипт вопросов, ответов на часто задаваемые вопросы с помощью ваших партнеров. Тем более, есть замечательный инструмент, как Google, и вы любой абсолютно вопрос по нише можете спросить у Google, и, скорее всего, он ответит. На это, в принципе, надо максимально обращать внимание. То есть, многие люди не понимают, что, зайдя в Google, можно найти любую информацию по абсолютно интересующей вас вопросу, задать, главное, правильно его и получить ответ. Большая часть ваших клиентов, скорее всего, этим как раз заниматься не будут. И вы должны максимально подготовить маркетинговые материалы так, чтобы отвечать на эти вопросы, которые, возможно, у них появятся в голове. Может, даже и не появятся в голове, но вы все равно ответите на те самые вопросы. И второй пункт, он такой действительно больной для многих. То, что необходимо уметь продавать и готовить рекламные материалы. Многие люди думают, что они умеют это делать, но, к сожалению, нет. Поэтому давайте сразу же поговорим о том, как можно быстро научиться продавать. Совсем коротенький курс о том, как надо продавать. Первое. Вам нужно выбрать одну нишу из представленных, которую вы выберете. Выбрать 5-7 компаний для обзвона. Вы берете, открываете, например, Яндекс, вбиваете свою нишу или несколько каких-то запросов, которые олицетворяют вашу нишу. И выбираете 5-7 компаний для обзвона. И пробуете купить у них услугу и товар, пытаясь прикинуться абсолютным дураком. При этом вы должны задавать максимально много глупых вопросов, которые у вас просто появляются в голове. То есть, я хочу построить баню, но ничего об этом не знаю. Расскажите мне. И они должны вам полностью все рассказать. Если они ничего не хотят нам рассказывать, вы кладете трубку, вы помечаете. Естественно, что эта фирма такая для полудурков. Но, наверное, они не хотят отвечать на вопросы, консультировать вас и тому подобное. Далее. Вы звоните следующей компании и пытаетесь у них выяснить. И записываете либо сам разговор. Это максимально желательно записывать разговор. Для этого вам достаточно поставить любую программу на... Если у вас Android, телефон вообще сам пишется разговор, там нажимая одну единственную кнопку. На iPhone, к сожалению, с этим небольшая проблема. Там либо платные программы, либо программы какие-то очень ужасные. Ну, собственно, можно тоже поискать и посмотреть. Либо второй вариант. Вы записываете все рукой. То есть, вы записываете каждый вопрос, который вам задают. И тут вы записываете для того, чтобы потом задавать, например, своему клиенту. Поэтому следующим пунктом вы должны подготовить полный список вопросов и ответов на все интересующие вас вопросы. То есть, есть вопросы, они задают вопросы. И можете потом следующей компании позвонить, задать тот же вопрос, и вы должны получить ответ условно. То есть, в принципе, вы ничего делать не должны. Вы должны просто записывать за людьми, за продавцами, консультантами. Максимально лояльно пытайтесь быть к ним. То есть, не строите себя суперумного, а строите полного дурака. И к вам мир потянется. И последнее. Вам необходимо проговаривать эти вопросы и ответы регулярно. То есть, если вы будете постоянно отвечать на одни и те же вопросы, которые вам задают, поверьте, вы научитесь очень быстро продавать. Причем далее, через какой-то определенный промежуток времени, у вас это все правильно сложится в определенный пазл. И вы научитесь продавать хотя бы в одной нише. А дальше, уже по истечении какого-то определенного опыта, в трех, в пяти, в семи нишах вы научитесь продавать в любой абсолютно нише. Следующий вопрос обязательно должен был всплыть у вас в голове. Почему человек говорит о миллионе рублей? Я никогда миллион рублей не видел, не слышал. Или для меня это слишком заоблачные суммы. Я хочу заработать в 100 тысяч рублей. То есть, не прикидываясь дураком, не надо из нас всех делать миллионеров. В принципе, я и не собираюсь делать из вас всех миллионеров. Тут есть просто две очень важные вещи. Почему цель ваша должна оцениваться в 1 миллион рублей? Первое. Есть такая вещь, как объем рынка, который позволит сделать необходимый оборот в вашем регионе. Если вы хотите на партнерской нише заработать те же самые 200 тысяч рублей, то вам нужно понять, можно ли сделать в вашем регионе те самые полтора миллиона рублей обороткой или 2 миллиона рублей обороткой. Или это сделать катастрофически сложно. Поэтому ваша цель должна оцениваться в миллион рублей по-любому. И второй момент. Хороший процент со сделки. То есть, чтобы можно было легко, сделав 2-10 заявок, отбить первоначальные вложения в рекламу. Тоже многие люди не понимают, что заработать миллион, это довольно проблематично и сложно на самом деле. Особенно для новичков. То есть, для опытных людей, которые уже зарабатывают 10-15 миллионов, заработать еще 1 миллион, это не проблема. Второй момент. Это, разумеется, выбить хороший процент со сделки. Многие люди не понимают, что привлечь клиента на партнерке, это довольно сложный труд. То есть, да, у нас очень странная конъюнктура в России в виде бизнесменов. То есть, они думают, как так, мы за одного клиента 10% это что такие какие-то деньги, слишком большие, я не готов столько платить, я там сам зарабатываю 10%. Ну, во-первых, они врут зачастую. То есть, многие зарабатывают 50% и пытаются из вас делать дураков. Это, конечно, правда. И когда вы пытаетесь заработать какую-то мелочевку, условно 10-15-40, даже 100 тысяч рублей, вы такие, ну ладно, мне хватит и 3%. И зачастую это неправильно. Я вам даже могу больше сказать, что застройщики, которые продают квартиры, заметьте, могут давать от 5 до 10% за проданную квартиру. Представьте себе. А некоторые люди говорят, как так? Нет, я не готов платить. 5% это слишком много. Значит, вы ищите другого партнера. Либо выбивайте из этого человека большие проценты. Говоря, абсолютно все равно, что вы будете говорить. Другой дает 5%. Я буду ему привлекать клиентов. А вы будете сидеть на жопе ровно. То есть, посидите месяц без клиентов. Когда я выжму все абсолютно клиентов с вашего рынка, вы, блин, завопите и придете. Все равно уже будет 7% или что-то еще. Говорите что угодно абсолютно. Главное, чтобы человек вам... В общем, задача получить максимально большой процент со сделки. Чтобы легко можно было, сделав 2-10 заявок, отбить первоначальные вложения в рекламу. Что вы, в принципе, больше всего и боитесь. Вы боитесь вложить деньги, потому что думаете, что они не принесут доход. Вот, в принципе, поэтому цель ваша должна оцениваться максимально большой. То есть, миллион рублей, может быть, даже 2 миллиона рублей. Потому что многие люди тоже не понимают об оборотке или о прибыли, которую вы должны еще занести своему партнеру, чтобы заработать те самые 300 тысяч рублей. Даже 50 или 100 тысяч рублей. Вы все равно партнеру должны отдать 200-300 тысяч рублей. Сделать оборотка миллион. Скорее всего, у вас появился еще один вопрос, на который я обязательно должен ответить в начале. Почему мы вообще выбираем 15-20 ниш для поиска? Во-первых, вы выберете около 5 ниш, скорее всего, и будете их запускать. И теперь вопрос у вас возникает, нахрена мне запускать целых 5 ниш, если можно запустить одну, и, в принципе, радоваться жизни. На самом деле, есть грустная статистика. Она абсолютно открытая, и вы можете ее посмотреть. Только каждый четвертый бизнес в России выходит на самоокупаемость. Ну, собственно, вот я специально нарисовал. Первый умирает до первой прибыли, второй умирает до первой прибыли, третий умирает до выхода на самоокупаемость, и четвертый работает или в 0, или в 10-70% маржинальности. То есть, только каждый четвертый бизнес, он хотя бы прибыльный. Поэтому вам и нужно запустить хотя бы 5 бизнесов, чтобы один из них, из всех этих бизнесов, один окупил все остальное. Потому что очень частая проблема, человек запускает один бизнес, у него ничего не выгорает, и он сидит и говорит, что все, бизнес нет. Некоторые люди, конечно, пробуют, и седьмой только бизнес выстреливает, работает. Это абсолютная правда. Но к этому вы должны привыкнуть. Вы должны запускать 4 или 5 бизнесов. У всех абсолютно это так. Просто поверьте. Есть, конечно, вундеркинды, которые запускают бизнес, он работает, бизнес он работает, бизнес работает, бизнес работает. Но мы с вами не такие. Я человек, который запустил свою жизнь больше 50 направлений точно, а уж пытался запустить. Ладно, уж так лучше правильно говорить. Но может быть больше. 50 точно я уже пробовал. Но вышло на саму окупаемость и действительно приносит прибыль просто гроши. То есть где-то 7 есть бизнесов, которые действительно постоянно приносят доход. Остальное либо временами, либо не приносят вообще, и я их закрыл. Тем более есть сезонные темы, несезонные. Опять же тренды. Например, сегодня, в этом году или в 2014 году тренд был растущий. Все радовались, и конкуренция была низкая. Я и там 3 каких-нибудь моих конкуренты, коллеги. Я радовался жизни. А в 2016 году уже у меня 300 конкурентов. Я все же такой, ой, е-мое. И все. Естественно, я уже об этой нише не думаю. Я думаю о каких-то других нишах, которых всплывают еще больше. Ну и самое главное теперь о такой чистой статистике, но это уже мое наблюдение. Какой процент бизнесов выходит на 1 миллион рублей прибыли? На самом деле выходит один из 200 созданных или один из 50 работающих на 1 миллион рублей прибыли. Все остальные, 49 из работающих, они, естественно, остаются не у дела. То есть, у них заработок явно меньше миллиона. Причем я могу сказать, что это очень обнадеживающие цифры, поверьте. То есть, многие наверняка думали, что это 1 из 1000, 1 из 5000. Но где-то так. Хочу поговорить еще о трафике и оборотке. Естественно, я отдельно дам всю поднагодную про оборотку, про аналитику и так далее. Но я хочу сказать очень важную вещь, что есть у вас какие-то определенные вложения в рекламу. Они всегда будут. Есть какая-то прибыль. И до момента прибыли может пройти 3 недели, может пройти 5 недель, может пройти 17 недель. И ваша задача найти какую-то точку G у своего партнера, надавить на нее и заставить человека платить предоплаты. Причем обосновывая элементарно просто. Вы вкладываете деньги в рекламу. То есть, вы, чтобы предоставлять вашему партнеру постоянные заявки, а ведь это ему выгодно, чтобы он не только даже заявок, а заявки, но и потенциальных клиентов все-таки, чтобы вы не загнулись через неделю или две от голода или еще от чего-то. Его задача давать деньги на рекламу. То есть, как только вы начинаете человеку показывать результаты, всегда просите деньги вперед. Говорите, вот смотрите, он же пришел, он в обработке, да, в обработке, говорите, давайте деньги, потому что иначе просто закончатся заявки. Если человек понимающий, скорее всего, он поймет, если вы грамотно ему все объясните, он вам будет давать деньги на рекламу. И это идеальный вообще момент для вас. Да, может быть, вы перейдете на меньший процент. Вы можете с ним об этом поговорить. То есть, условно было 15%, стало 10%. У меня есть очень хороший товарищ, который учится на наставничестве на данный момент. Он занимается кухнями на заказ и шкафы, купе на заказ. Не буду говорить, в каком регионе, но он сотрудничает с производством. И с производством на данный момент он сотрудничает как раз на моменте, что ему дают 5-7%, 5-8% оборотки от всех заказов, которые он привлек. Но при этом он не тратит ни одной своей копейки в рекламу. То есть, он тратит все бюджеты абсолютно того партнера, с которым работает. И это очень круто. Ну а если совсем утрировать эту схему, то вот она перед вашими глазами. Собственно, есть какая-то услуга, у нее есть единица стоимости одной услуги, то есть, она сколько-то стоит, например, 5 тысяч рублей или 100 тысяч рублей. У нее есть себестоимость какая-то, есть какая-то грязная прибыль. В грязную прибыль можно вложить все, что угодно. В грязную прибыль чаще всего вкладываются все-таки две вещи. это прибыль партнера и ваша прибыль заказа. Понятное дело, что там есть где-то доля рекламы. И чаще всего на начальном этапе реклама будет за ваш счет. Возможно, через какое-то время вы будете, например, пополам делиться с партнером траты на рекламу. Либо полностью ему отдадите все траты, но при этом уменьшится ваша прибыль заказа. Такое тоже может быть. И вот зелененьким помечена та чистая прибыль, которую вы будете получать. Вообще, если говорить про трафик или воронку продаж, надо понимать, что есть несколько воронок продаж и проще всего в такой схеме обрисовать. У трафика, естественно, есть какие-то показы, переходы на страницу посадки, это та самая лендинг пейдж или целевая страница или как угодно. При этом это может быть даже страница в инстаграме. Не важно. Далее, касание с клиентами, то есть заявка, звонок, может быть повторное касание с клиентами, потом предоплаты, потом полные оплаты. И в итоге идет исполнение обязательств. Причем исполнение обязательств может быть, конечно, как до оплаты, так и после оплаты, то есть по-разному. есть еще коробочка вот эта оранжевая это исполнение обязательств и как раз исполнение обязательств можно переложить на плечи другого человека, на партнера. Если посмотреть налево, есть воронка партнеров, они же поставщики, как многие дилеры привыкли называть, и по факту вы работаете с оплатой по результату. То есть человек что-то сделал, либо он подписал договор с клиентом и он вам выплачивает деньги. То есть оплата либо вам по результату, либо оплата по результату ему, либо в ту, либо в другую сторону. И нельзя это никак объединять с сотрудниками. Есть правая часть колонки, это воронка сотрудников, где есть какая-то определенная во-первых должностная инструкция, которая отличает сотрудников от партнеров и поставщиков, потому что с партнерами и поставщиками у вас скорее всего будет подписан агентский договор. И сотрудники нужны для того, чтобы делать какую-то постоянную монотонную работу, не связанную с исполнением обязательств. Скорее всего они будут, например, обрабатывать заявки, звонки в вашем случае. И по факту они будут получать какое-то количество рублей в час, то есть человека часами. Либо они будут вам зарабатывать деньги, и вы будете отдавать им процент с продаж, если это продавцы условно сидит человек на телефоне, закрыл клиент и получил какой-то процент с продаж. Ну, собственно, как итог первого занятия, что мы получим? Если мы запустим один какой-то проект, вы получите с шансом 1-4 прибыль. Ну, один из четырех, 25%. Если запускаете 4 бизнеса, то шанс стопроцентный. потратив 20 тысяч рублей на 4 бизнеса, вы потратите 80 тысяч рублей. Если, конечно, вы будете тратить такие бешеные суммы. Хочу заметить, что многие люди, как парадоксально не звучало бы, вкладывая 3, даже 5 тысяч рублей, начинают получать прибыль. Правда, это меньше всего относится к Москве, Московской области, и к Питеру, и Ленинградской области. Это все относится больше к региону. Но там, вкладывая условно 5 на 4, 20 тысяч рублей, они получают как минимум с одного бизнеса те самые 20 тысяч рублей. То есть, уже как минимум отбивают. Но давайте будем считать, например, про Москву. Вы в Москве находитесь и хотите запустить какие-то ниши очень жесткие, жестко конкурентные. Если вы потратите 20 тысяч рублей на 4 бизнеса, в итоге получите траты на 80 тысяч рублей, это довольно серьезные траты, особенно для новичков, то вы с очень большой вероятностью, с вероятностью почти 99% получите 90 тысяч рублей прибыли с одного какого-то проекта, остальные 3 скорее всего, либо сработают в ноль, либо в общем получите 90 тысяч рублей прибыли из 4. В итоге вы получите какую-то прибыль, плюс вы получите опыт и самое главное вы получите статистику, то есть у вас будет статистика продаж, вы будете понимать, можно ли что-то улучшить, можно ли сделать более эффективную рекламу, можно ли добавить новые виды трафика, можно ли что-то сделать с отделом продаж и так далее, и так далее, и так далее. И потом вы самое главное получите возможности, это запуск проектов на несколько партнеров в нескольких регионах, это очень важно. В следующем видеоуроке мы с вами разберем какие выбрать 10-20 ниш для запуска, как проанализировать рынок конкурентов, проанализировать спрос, как проанализировать емкость рынка, как почитать ту самую экономику, математику, сколько нужно вложить денег в рекламу в той или иной или в третьей нише, и сколько денег вы получите. До встречи, надеюсь, вам понравился этот видеоурок. Если вам понравился этот видеоурок, поставьте обязательно лайк, обязательно напишите свой комментарий, особенно если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. И встретимся в следующем видео уроке. Всего хорошего!